Чёрный квадрат Подросток открыл учебное заведение стрельбу и убил 15 человек. Не только в Германии, но и во всей Европе люди были в шоке и задавали друг другу один вопрос. Как это могло произойти? Ведь подобного просто не должно было быть. Психологи-криминалисты утверждают, многие граждане зачастую не хотят видеть проявление преступности и оказываются беззащитными перед такими фактами. Кто-то может сказать, это произошло далеко от Казахстана и авось нас это не коснётся. Возможно, именно так думали и те, кто оказался жертвой преступления, о котором сегодня мы вам расскажем. 23 января 2007 года около 23 часов недалеко от дороги, ведущей из Алматы в посёлок Бутаковка, был замечен горячий внедорожник. Пожарные и полиция прибыли на место, когда машина сгорела практически дотла. В салоне автомашины мы нашли останки трупов. Было туда непонятно, сколько человек, потому что останки практически выгорели тоже дотла и остался только, наверное, позвоночный случай. Просили залу, значит, у нас в лаборатории на вооружении стоит газожидкостный хроматограф. Когда проверили исследование, установили, что машина была подожжена с применением горючей жидкости. О том, что здесь было совершено жестокое убийство, а не произошёл несчастный случай, говорили и стрелянные гильзы из пистолета системы Макаров, обнаруженные возле джипа. По уцелевшему номеру полицейские сразу же выяснили, что сгоревшая автомашина Toyota Land Cruiser принадлежала строительной компании Alvin Group. Оставалось выяснить, кто из работников фирмы, возможно, стал жертвой преступления. Первая в Министерстве внутренних дел Казахстана лаборатория геномной доктилоскопии появилась именно в Алматы. Проводимые здесь генетические исследования дают возможность безошибочно определить личности погибших, установить родство или отцовство. Помогают раскрыть преступление или же наоборот доказать невиновность человека, когда традиционные средства бессильны. Результаты ДНК-экспертиз имеют неоспоримую юридическую силу. Именно суда в рамках следственных действий были доставлены останки, обнаруженные в сгоревшем джипе. Генетики дали заключение. Изъятые в джипе останки принадлежат двум лицам мужского пола. На момент проведения исследований во все отделения полиции поступили ориентировки на без вести пропавших бизнесмена Юрия Тарнопольского и его водителя Фархата Галибабаева. Возникла версия, что, возможно, эти образцы принадлежат Тарнопольскому и Галибабанову. Для этого нам дополнительно были предоставлены образцы крови их родственников, и мы провели сравнительный анализ, где полностью по всем 15 локусам показалось совпадение, и что данные именно образцы обгоревших трупов принадлежат Тарнопольскому и Галибабанову. Аналогичное заключение позднее дали и генетики Израиля, где родственники коммерсанта организовали проведение повторной экспертизы. Первоначальной версией стало предположение, что убийство связано с производственной деятельностью фирмы Юрия Тарнопольского. Оперативники выяснили, что перед исчезновением ему через курьера якобы для покупки земли была передана большая сумма денег. В районе 11 часов в Тарнопольске со своего мобильного телефона позвонил главному бухгалтеру фирмы и срочно потребовал найти 1 миллион долларов. Сбор происходил следующим образом. У фирмы практически был готов один дом на улице Байкаданова. И чтобы собрать быстро в течение какого-то определенного времени наличные деньги, пришлось срочно обзванивать Тарнопольскому своих друзей и просить их по низкой цене выкупить квартиры, ну скажем, для своих друзей, товарищей, для себя. Таким образом, порядка миллиона было собрано, ну скажем, в течение нескольких часов. Имущество распродавалось практически по бросовой цене, что не могло не вызвать обоснованных подозрений. Однако к назначенному сроку указанная сумма была собрана, и около 17 часов за деньгами прибыл некий Александр. Молодой человек принял 1 миллион 772 тысячи 400 долларов США и уехал. После этого личные телефоны Юрия Тарнопольского и Фархата Галибабаева оказались выключенными. Курьера, а им оказался 26-летний Александр Соловков, нашли на следующий день мертвым. Его тело с пулевыми ранениями бросили на 10-м километре автодороги, связывающей Алматы и поселок имени Жандосова. Полицейским стало ясно, что мотивом всех трех убийств являются деньги, которые Соловков получил в офисе Тарнопольского. Все потерпевшие были убиты тремя выстрелами, два в туловище и контрольной в голову. Причем оружие во всех случаях было одно и то же, пистолет Макарова. Уровень организации и исполнения преступлений наталкивал оперативников и следователя на мысль, что убийцами могли быть сотрудники силовых структур или люди, имеющие специальную подготовку. Современный джип «Крузер» при посадке вовнутрь, он блокируется, то есть двери блокируются, и мы не могли понять, как они могли попасть вовнутрь этого джипа, наши, скажем, фигуранты, либо как они вытащили Тарнопольского. Проверялись масса версий, в том числе и то, что машина могла быть остановлена, допустим, лже-сотрудником УДП. Отрабатывались одни и выдвигались новые версии, но у следствия все еще не было ответов на массу вопросов. Запросив распечатку звонков потерпевшего за последние трое суток, а также разговоров Александра Славкова, полицейские обнаружили номер, с которого звонили как Тарнопольскому, так и Славкову. Шли 13-е сутки после совершения убийства. Были проведены мероприятия, и в конце концов мы остановились на одном человеке, это был Балнибаев Сакен Танецбергенович. И путем допроса сотрудников фирмы установили, что такой товарищ один раз уже посещал офис и имел беседу лично с Тарнопольским. Нас информация заинтересовала. После анализа оперативной информации в отношении Сакена Балгинбаева было принято решение о его задержании. Сегодня, 7 февраля, в Сакен Танецбергенович, Северское оборудование, правильно? Что подкинули мне сзади, что такое мне сзади, как вы лично понимаете? Ребята, смотрите, камера фиксирует пистолет и магазин. Тоже ваше, да? Номер 3. Пакет номер 3, да. Ну, он вышел от нас, да? Я не знаю, я не знаю, как это оказалось. Пистолет потом будем выяснять. Мы пистолет стали пробивать по полигельзотеке. Пистолет оказался не стрелянным, то есть не участвовавшим в каких-либо, допустим, криминальных делах. Ну, скажем так, на нашем станке пистолет был чист. Предъявить ему пока кроме пистолета мы ничего не могли. Биография 36-летнего Сакена Балгинбаева поведала следователям о многом. Он не раз попадал в руки правоохранительных органов, но до суда дела так и не дошли. В криминальных кругах Балгинбаев был хорошо известен под кличкой прокурор. В свое время он несколько лет работал в прокуратуре города Каскелен Алматинской области. Отсюда прозвище. А также обширные связи по обе стороны баррикад. Кроме этого он имел репутацию профессионального игрока. Это был тот самый человек, который первый из казахстанских игроков порубил дорогу в Москву. Почему? Потому что в Казахстане, в частности, в Алмате, в местах, где были казино, его практически не пускали играть. Он настолько все знал и умел, что практически казино разорялось при одном только посещении его. И поэтому он стал навещать Москву и там, скажем так, играл в казино. В лихие 90-е годы Сакен Балгинбаев учредил несколько фирм по изготовлению пластиковых окон. Низкие цены на товар привлекали многих, но получив деньги от клиентов, фирма исчезала. Тогда ему помогли взятки и связи, поэтому бывшие коллеги не нашли в его действиях состава преступлений. Остались безнаказанными и другие деяния. Но на этот раз капризная фортуна отвернулась от азартного игрока. Во время обыска в квартире Балгинбаева полицейские обнаружили 94 тысячи долларов США и около 300 тысяч тенге. Но главным было другое. Договор на аренду ячейки, заключенной с одним из банков Алматы, матерью Балгинбаева, 25 января 2007 года. То есть ровно через сутки после убийства Тарнопольского и Галебабаева. После вскрытия ячейки там были обнаружены деньги. Один миллион сто восемьдесят тысяч долларов США. Балгинбаев попытался объяснить, что это его выигрыш в московском казино, который он контрабандным путем привез в Казахстан. Исследуя каждую купюру, на нескольких купюрах мы нашли следы кассирши, которые выдавали деньги. Когда кассир считал, и волосок выпал среди денег денежный купюр, мы нашли волосок. Эти волосы тоже были проведены, проверены по ДНК-анализу. И тоже дали заключение, что этот волос принадлежит одному из кассиров. Полицейские проверили версию Балгинбаева о крупном выигрыше. Однако результаты оказались не в его пользу. Свидетели подтвердили, что он действительно играл в московском казино. Но не выиграл, а проиграл. Причем по-крупному. Чтобы рассчитаться с долгами, Балгинбаев занял у знакомого в Москве 200 тысяч долларов. И еще 20 одолжил у алматинского предпринимателя. Вернуть деньги в срок не получилось. И тогда кредиторы включили счетчик. Загнанный в угол игрок решил сколотить банду. Так в декабре 2006 года в Казахстане появилась очередная преступная группировка. Он с неизвестными лицами вывезли владельцей фермы. Прострелив ему ноги, забрали новый бизнес. В дальнейшем человек скончался. Бизнес удачен к Балгинбаеву, старшему. У нас были показания только одного свидетеля, который более-менее обрисовывал эту схему. Но опять-таки конкретно установить факт непосредственного причастия и участия Балгинбаева в сакинах в отъеме этой фермы, в убийстве этого бизнесмена мы не смогли. Но тоже, скажем так, дело не является неперспективным. Оно находится у нас. В квартире Балгинбаева, кроме денег и договора с банком на аренду ячейки, был обнаружен клочок бумаги с номером телефона Тарнопольского и непонятной схемой. Что за схема? Он отказывался нам давать какие-то пояснения. Вообще, естественно, вел себя достаточно агрессивно. Тогда нами был поднят в воздух вертолет. И с воздуха была произведена фотосъемка места происшествия. То есть там, где был обнаружен джип. И когда мы получили фотосъемку и сопоставили с той схемой, которая была обнаружена в кармане, один в один совпали, скажем, эти два объекта. На всех допросах Балгинбаев категорически отрицал свою причастность к убийству Тарнопольского и Галибабаева, а также к организации преступной группировки. Была версия о том, что, ну, наверняка, он приискнул себе, скажем, в банду людей из числа либо знакомых, либо родственников. В связи с тем, что Бартишка его подходил по характеристикам под членом банды, более того, он был на автомашине, то есть мог передвигаться мобильно, нами было принято решение о его сдержании. Восстанавливая хронологию событий и изучая окружение Балгинбаева, полицейские также взяли в разработку 34-летнего Ербасына Имашева, который работал охранником и их часто видели вместе. Человек такой очень дерзкий, раньше серьезно занимался спортом. Когда мы стали проверять его контакты и связи, оказалось, что он практически после совершения убийства Тарнопольского оставил жену, детей, родителей и уехал в невестном направлении. Примерно через месяц, в районе марта месяца или апреля, Имашева мы задержали в горах Палдуказанской области. При задержании он сам практически расплакался и сказал, что все расскажет. Несколько нападений на предпринимателей Балгинбаеву и его подельникам больших денег не принесли. Между тем кредиторы передали ему черную метку, как последнее предупреждение. В поисках новой жертвы он случайно прочитал в рекламной газете объявление Юрия Тарнопольского о покупке земельных участков и записал контактные телефоны. После посещения офиса фирмы у него созрел план. Балгинбаев Сакен сделал ему предложение, что есть некий бизнесмен, очень богатый, успевает, это успешная фирма строительная, сказал, что там бывал, примерно оборот составляет несколько миллионов долларов, если мы его вытащим и припугнем, то можем легко заработать деньги на его покупку. Ну, Ямашеву это заинтересовало, он дал согласие, единственное условие поставил Балгинбаев, чтобы он подобрал себе 2-3 человека. В состав группы вошли сам Балгинбаев, его младший брат Сабар, Ербасын Ямашев и два его друга, Батархан Мустафаев и Нурклеу Аспанов. Постоянное наблюдение за Тарнопольским они начали в декабре 2006 года. Собирала вся информация, адреса квартиры и офисов, время приезда на работу и домой, основные маршруты передвижения по делам фирмы, а также излюбленные места отдыха. Позднее бандиты признавались, что страх у них был, но они точно знали, что Тарнопольский не имеет личной охраны. До нападения на Тарнопольского бандиты совершили попытку похищения одного из крупных предпринимателей Алматы. От неминуемой смерти коммерсанта спасло наличие охраны. Ербов приехал зимой, попросил выловить одного человека. Где вы с ним встретились? Возле гостиницы. За что поймать? Что он вам пообещал? Он сказал, что этот человек должен ему деньги. Ему ничего не будет. Мне надо его просто поймать и посадить в машину. Схема была такая, что раньше должны были подъехать члены группы этой банды. И при подъезде автомашины с самим владельцем провести захват в машине его. И таким образом на его автомашине вывезти куда-нибудь в безлюдное место. Охрана предпринимателя смогла обеспечить его безопасность. Поэтому к операции по нападению на Тарнопольского бандиты готовились более тщательно, продумывая всевозможные комбинации. Утром 23 января 2007 года они встретили автомашину бизнесмена возле его дома. Поехали следом на автомашине Ямашева в районе Абая и Джандосова. Автомашина Ямашева, следующая следом за джипом, слегка цепляет автомашину Тарнопольского. Естественно, народ выходит на улицу. Ербол вышел, сел в машину джип, стал с ним разговаривать. Где-то минут через 15 Самат послал меня. Я подошел, увидел, что у обоих завязаны глаза и руки связаны сзади. Потом Ербол сказал, чтобы я перевязал им ноги скотчем. Когда вы подошли, у них уже были связаны руки? Да. Около 11 часов утра похитители привезли свои жертвы в окрестности поселка Бутаковка для завершения переговоров о сумме выкупа и условиях освобождения. Потом мы сидели, они разговаривали между собой. Ну, Сакен с этим президентом. О чем говорили? Часто продавали, покупали. Ну, что предлагал Сакен? Не предлагал, они уже договорились давно. В категорической форме, угрожая убийством, Сакен Балгинбаев потребовал у Юрия Тарнопольского выкуп в размере 4 миллионов долларов США. Когда предприниматель возразил, что таких денег у него просто нет, да и собрать меньшую сумму быстро невозможно, ее тут же сократили ровно в два раза. После переговоров Балгинбаев уехал в Алматы, а вернувшись вечером, сообщил подельникам, что план сработал и деньги получены. Юрий Тарнопольский и Фархад Галибабаев умоляли о пощаде, обещали забыть все и всех и не обращаться в полицию. Но Балгинбаев боялся оставлять их живыми. Подъехал, вышел, меня позвал застрелить. Я сказал, все, приказ есть, приказ. Президент с компанией, я ему взял. Ну, испугался, еще выпиши. Я вот так смотрел, три раза. Три раза, да? Три раза, в упор. Так. Слышно, три раза. Водитель сзади сидел, я в водитель вот так развернулся, тоже три раза. А Нурик Батр, где вы в это время находитесь? На улице они. Оставив тела убитых в салоне, Ербасын и Машев облил автомашину бензином и бросил зажженную спичку. Покидая место преступления, бандиты уже обдумывали, как им решить еще одну проблему. Сакен Балгинбаев познакомился с Александром Славковым на ИСТО. Мастер сильно нуждался в деньгах, и это сразу подметил бывший прокурор. После щедрых чаевых и решения мелких проблем, Славков оказался под полным влиянием главаря банды. Человек достаточно грамотный, аналитического склада ума, обладал вообще уникальными лидерскими качествами, хотя сам с 71-го года рождения мог подчинить себе, допустим, людей намного старше, намного опытнее. Сам по себе достаточно импазантен, очень легко мог войти в контакт с любым человеком. Выступить в роли курьера Славков согласился сразу. Аванс в сумме одной тысячи долларов США, новый костюм, модные галстуки и стрижка, а также шикарный лимузин на прокат. Ну как можно отказать хорошему человеку? В указанное время Александр прибыл в офис фирмы, получил пакеты с деньгами, и даже не интересуясь содержимым, все передал Балгинбаеву. Тот, как бы в знак благодарности, предложил ему отдохнуть за городом. Вместе с ними в машину сел иербосын имашев. По дороге он мне сказал, что надо убрать, ищите свидетеля. Поехали в сторону поселка Жандосович, и потом повернули, сказали, что к девчонкам едем. Туда повернули, потом проехали. Когда по дороге ехали, сакен сказал, что колесо у тебя сзади будет ближе. Славкова на улицу позвал. Когда Александр вышел из салона автомашины и наклонился к колесу, Балгинбаев дважды выстрелил ему в спину. Третий выстрел был контрольным в голову. После сокрытия трупа Славкова, Балгинбаев рассчитался с подельниками и приказал им залечь на дно. Ну, скажем так, рядовые исполнители, ничего ценного из себя не представляющие, в принципе, ну, как принято сейчас называть, боевики. То есть получают задание, точно и быстро его исполняют. За исполнение вот этого преступления, Имашев, который стрелял в боевых, начал потерпевшим, получил 100 тысяч долларов. А Мустафаев и Иоспанов, которые участвовали в похищении, под шпаджоги автомашины, получили по 15 тысяч долларов. Остальную сумму всю забрал себе Балгинбаев Сакен. К окончанию следствия полицейские детально восстановили всю картину похищения и убийств, а также распределения обязанностей в банде. Главарь группировки Балгинбаев до последнего момента старался опровергнуть все обвинения и разоблачал других. В ходе судебного разбирательства уже было понятно, что все сидящие с ним, скажем так, подземники на его боках, была масса доказательств, масса улик, где доказывалось и показывалось, что руководил и создал эту группу ООН, непосредственно принимал участие в убийстве Тарапольского ООН, похищении, вымогательстве, получении денег и так далее. На суде он признал свое вину, но единственное, он сказал, что не он организовывал, и организовывал Имашев. Заявление Балгинбаева о том, что он находился у Имашева в роли мальчика на побегушках, вызвали сначала недоумение, а потом злость со стороны подельников. Кроме этого, они утверждали, что Балгинбаев в случае провала обещал решить все проблемы и неоднократно призывал не сдавать друг друга. Имашев и Успанов, когда мы их задерживали, привезли в ДВД, практически сразу сообщили о том, что было. Ну, естественно, конечно, они пытались немножечко облегчить свою вину, что являлись подневольными лицами, выполняли командой, то есть не думали, что так все произойдет. Час расплаты для бандитов настал 27 февраля 2008 года. Приговором Алматинского городского суда Сакен Балгинбаев получил 25 лет лишения свободы, а Ербасын Имашев – 23 года. Батырхан Мустафаев за колючей проволокой проведет 19, а Нуртлео Аспанов – 11 лет лишения свободы. Младший брат главаря банды Сабара Балгинбаев получил самый маленький срок – два года лишения свободы. Сакен Балгинбаев его не посвящал в убийство Тарнопольского. Почему? Потому что сам младший брат – это человек, который, ну, скажем так, очень много пил, являлся, скажем, ненадежным товарищем. Возвращаясь к расстрелу к германской школе, можно отметить один ужасающий факт. Юноша разместил в интернете сообщение о своем плане устроить эту бойню. Но никто, абсолютно никто, на него не отреагировал. Возможно, если бы Балгинбаева осудили раньше, то убийств Юрия Тарнопольского, Фархада Галибабаева, а также Александра Славкова не произошло. Может быть тогда, когда все граждане Казахстана объединятся в деле борьбы с преступностью, они будут надеяться только на систему правоохранительных органов, траурной мелодии, станут звучать реже. Вы смотрели программу «Черный квадрат». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова